Ребята, всем привет! Мы в полном составе. Едем сейчас в поликлинику на первую комплексную прививочку. Нам почти 3 месяца, и мы решили с Лешей, что обязательно будем прививки покупать все сами. Нам дали выбор или Франция, или Бельгия. Но в Бельгии производится вакцина, а вообще страна Великобритания. Поэтому мы выбрали Великобританию. Сейчас я сходила в аптеку. Предварительно делала заказ. У меня термосумка. Внутри контейнер. И, в принципе, нам до больницы пешочком минут 10. Обошлось мне это все в 1900 гривен. Хотела вам чек показать. Но это проблематично сделать, что-то найти. Так, может найду? Где же чек? Не знаю, где чек я делаю. Как называется? Товар. Тут я только положила уже. А, вот-вот. Так, нашли все. По стоимости Infantry GX это та, которая идет комплексная с гепатитом. Без гепатита комплекс стоит дешевле. Это 1207. И вакцина Rotorix от Ротовируса это суспензия капельки 695 гривен. В принципе, я заказывала через приложение таблетки. Можно найти и дешевле, но это ехать где-то еще можно сэкономить до 100 гривен. Но у нас просто нет времени. Леша как раз свой перерыв и идем вместе со Златочкой на прием к нашему новому педиатру и потом на прививочке. И я очень долго рассуждала надо, не надо. смотрела Комаровского других специалистов. Но все-таки приняли решение, что от вот этих заболеваний мы будем вакцинировать Златочку. Это обязательно, потому что это делается абсолютно во всем мире. Поэтому первая комплексная прививка и Ротовирус у нас почти в 3 месяца. В принципе, как мы все и планировали. Слава Богу, все у нее хорошо со здоровьем, самочувствием. Нет ни сопелек, ни простуды. Хотя сейчас, конечно, очень много заболевших. Нужно себя беречь. Поэтому всем здоровья. А еще мы с новой базой. В итоге мы все-таки добились, да, Леша? Леша сказала, что я молодец. Добились новую базу. Несмотря на то, что они нам отремонтировали ее, отремонтировали непонятно как. И потом я связалась и сказала, или вы нам меняете на новую базу, или просто возвращаете деньги. Они написали в саму Польшу производителю, как должны были сделать этого с самого начала. И где-то буквально кто спрашивал, сколько это все заняло по времени дня 3-4. То есть Польшу прислали в Тернополь, а с Тернополя в Днепр. И это где-то заняло дня 4. Это то, что еще заняли и выходные. То есть получается это все намного быстрее, хотя нам говорили, что это будет очень долго, чем их ремонт. А ремонт был до двух недель. Вот такие вот дела. И в итоге вы знаете, база совершенно другая. Здесь есть заглушки, есть фиксаторы. Изначально той базы, которую прислали нам с сайта Мамин Дом, этого всего не было. Но перед покупкой этой колясочки мы проезжали Запорожье, соседний город, и мы заезжали в магазин с колясками, и там оказалась такая модель. И мы ее поюзали, покатали. Но там она, по-моему, была или черного, или серого цвета. Нам как-то не хотелось такой цвет покупать. А мы хотели именно вот такой, нейтральный. Понимаю, что это все мелочи, но все равно вы каждый день гуляете с колясочкой, поэтому хочется, чтобы она приносила дополнительные положительные эмоции. Мы заказали в очень популярном интернет-магазине в крупной сети в Харькове. У них много стационарных магазинов. Но опять же, то, что попалась в бракованная база, это могло произойти абсолютно с каждой коляской. Даже девочки писали, что у них люксовые бренды, дорогущие, а все равно попадался брак или в вилой, или влевой, или вправо. Это вот, ну, такое дело. И понимаете, этот брак, изначально его визуально нельзя было при получении определить. Он только вылез в процессе эксплуатации. И то, поначалу начало ее везти, мы думали, ну, может, так оно и должно быть. А потом все больше и больше, когда еще и колеса под наклоном, и одно пошло еще больше, мы поняли, что что-то не так. Я не знаю, пару неделек, и все, мы не помещаемся в эту люлечку. Нам нужно менять будет базу на прогулку. Но она такая-то тоже хорошая, добротная, там есть чехольчик. Посмотрим, может, еще единственное, чтобы потеплее златочки было, смотря, будет какая зима, купим такой конвертик на овчине, чтобы утеплить прогулку. Все, едем, надеюсь, что все пройдет хорошо. Почитала отзывы, вроде бы, бочек у этих прививок нет, но у некоторых повдымается температура. Но, по крайней мере, это лучше, чем бесплатная прививка. На бесплатные вообще, конечно, не очень, мягко говоря, положительные отзывы. И еще по поводу моей вакцинации, пока мы идем, еще минуток 5 нам осталось, хотела поговорить. Сейчас просто у нас какая-то обязаловка. Я начала задумываться над этим моментом, но у меня есть моменты по наследственной тромбофилии. После родов эти все моменты, они усугубляются, и венки у меня на ногах повылазили еще больше. Поэтому я переживаю. Я сейчас, кстати, за вакцину узнаю, какую лучше делать прививку, от короны у нашего педиатра. Посоветую с ней, что она еще скажет. Но, наверное, мне нужно будет, если делать прививку, то опять буду на клексане и на аспирине. Конечно, не хотелось ни уколчики, ни аспирин принимать, но что поделаешь. Лучше перебдеть. Если есть моменты, то не рисковать. Анализы, да. Ребятки, возможно, такой вариант, что не делать прививку, а взять просто справку, что в ней прививка в данный момент противопоказана по моим моментам с тромбофилией, плюс я переболела коронавирусами, так понимаю, а возможно и не единожды запахи до сих пор ко мне не вернулись. Единственное, вот как-то я, видно молоко и златочка пахнем в этот период по-особенному. Наверное, все-таки гормоны при грудном скармливании преобладают и побеждают даже этот ненавистный коронавирус. Вот такие вот дела. На связи. Кто просил Лешу побольше в кадре, вот он. Папа наш весь в работе, но тем не менее выделяет время и ходит с нами в больничку. Хотя, конечно, лучше их посещать поменьше, только в крайней необходимости. Но у нас плановый прием. А еще у нас взвешивание златочка, наверное, уже весит у нас кило 300. О, как это сказать кило 300? Какое, боже мой! 6300, 6400, була 63 сантиметра. Ребятки, ну что, сделали мы прививочки нашей бусечки. Она так плакала. Я отошла и не могла на это смотреть. Леша держала ножку, да? Она так плакала, ей больно было. Просто девушка, медсестра сказала, что прививка пекучая и ребенок может поплакать, попсиховать. Потом она немножечко успокоилась и ей дали капельки от ротовируса. И сейчас нам сказали, полчасика нужно побыть в больнице. Мы вышли на уличку, гуляем. Если все хорошо, то можно домой направляться. Сегодня не купать, можно только подмыть ребеночка. И завтра позвонить нашему педиатру и сказать про самочувствие. есть температурка, нет температурки. Сейчас мы на уличке, полудреме, успокоились, будем сегодня дома уже, лапочка, будем кушать, девочка моя. У нее жалко от этих, конечно, прививок, но и не делать тоже не получается. Я вообще думала, там истерика у меня будет. Жалко так ребеночка, это капец. Все нормально, она у нас боец. Делали прививку там, где людям делают от коронавируса. Сейчас в больнице имеется три вида вакцин, и там вы себе выбираете. Единственное, знаешь, как-то женщина подошла, говорит, можно мне там сделать такую-то прививку? Говорят, уже израсходовали эту ампулу, ее открывают, сколько-то доз, и все. Говорят, приходите завтра. Вот так. Спросила у педиатра насчет прививок от короны. Она сказала, что противопоказаний нет, но если есть тромбофилия, то лучше пойти к своему семейному врачу и взять справочку, что лучше не делать. Пока есть. Я так поняла, что лучше пойти взять и справку и не делать. Я тут ничего не буду говорить. Ноу комментариев. Ноу комменс. Надеюсь, что температуры у нас не будет, или там максимум, она подержится небольшая. И все будет хорошо. И будем гулять. У нас сегодня такая пасмурная погодка. Вместе качаем нашу девочку. Хотя на улице тепло, по-моему, градусов 12, но просто так пасмурно и дождливо. Ой, выпили кофеечек. Сертификаты, кстати, нам отдали обратно. Упаковки от вакцин нам отдали обратно. Один чек. Упаковки тоже отдали? Да, отдали упаковочке. Чек один остался у меня, один я оставила медсестре. Может, она вклеила, я не знаю, в эту, в карточку. Вклеила. Карту занесла потом нашему педиатру обратно и мне вернули сертификаты. Обязательно, когда вы покупаете эти вакцины, где бы то ни было, вам должны на каждую прививочку выдать сертификаты соответствия, сертификаты качества, ну, там целая экипа бумаг нам такие дали с мокрыми печатками и их предъявляете перед вакцинацией. И узнала, думала, что уже в следующем месяце нужно будет повторять прививочки. Нет, через два месяца. То есть, сейчас нам три месяца и следующие пять. Ну, хорошо. Сейчас сделали и забудем. Будем гулять, будем здоровенькие, никакие нам болезни не страшны. И, по-моему, ротовирус тоже, помнишь, до полугода нужно успеть сделать ревакцинацию. Но капельки не так страшны, как у кольчики. Ну, капельки они сиропами. Да, и сказала еще, да, девочка, медсестра, что они сладенькие, поэтому Златочка потом немножко успокоилась и за левую щечку я взяла ее на ручки и закапали со шприца в ротик и все. И наша девочка пошла, пока я ждала документы, чтобы там не собирать бациллы с папой на уличку гулять. Мама собрала все документы и тоже пошла. Вроде бы рассказала все. Ну, тонус у нас присутствует, немножечко она предпочитает все-таки на одну сторону ложиться, но на массажики мы записались, но перенесли на недельку. Нам дали направление на бесплатные массажи, но я нашла девочку, вот, похожу к ней, потом вам расскажу через недельку, потому что лучше не совмещать, даже эта женщина-врач, которая массажист сказала, что давайте перенесем на недельку. Если мы 6400, я считаю, что довольно-таки неплохой у нас набор веса. продолжается у нас смешанное грудное вскарливание. Два раза в день эта смесь наша, по 130 миллилитров чуть-чуть я добавила, остальное время она у груди, и сейчас она грудь просит уже почаще. и есть моменты у нас по сну, я пытаюсь их решать, потому что поздно она ложится на спать, но возможно здесь и наша вина, потому что мы с Лешей совой, по ночам не спим, Леша работает. это только ты сегодня ночью заснул пораньше, а так обычно ночами сидишь работаешь, работун, а я видео монтировала сегодня. но я спать не хочу, я хочу спать, я работаю. ну а я с ребенком или видео монтирую по ночам. да ты сова, ты можешь сидеть себе я не знаю, откуда у меня силы берутся, а потом просыпаюсь, я не знаю. а потом я хожу как реально как сомнамбула потом целый день, потому что из-за одной совы все не спят. все страдают, ну короче будем решать этот момент. мама виновата, мама крайняя, не дает никому спать оказывается, вот так вот. ой, ребятки, все хорошо, все прекрасно и замечательно, будем держать вас в курсе и обязательно принимайте участие в конкурсе. Там можно выиграть такие классные два бэби-бокса, я думаю, что вы уже просмотрели это видео, если нет, то обязательно принимайте участие, вы еще успеете, ну вот шикарное наполнение, мы будем этим и уже пользуемся, и будем пользоваться, что попозже, с огромным удовольствием. Слышите взрывы? Сирена и взрывы делают метро. Слышно, не слышно, не знаю. Немножечко все дребезжит, но нам эти звуки знакомы. Мы в 14-м году почувствовали, что такое настоящие взрывы, что такое, когда здания рушатся, вокруг тебя самолеты, перестрелки, земля трясется под ногами, вот сейчас такое ощущение, что, знаешь, возвращаешься, у меня аж так мурашки по телу. На самом деле, это продолжают делать метро в Днепре, в центре, по Ямарницкого. Оставайтесь вместе с нами, будем держать вас в курсе. Всем добра, мирного неба над головой и здоровья. Наверное, будем заканчивать этот лох. До новых встреч. Пошли, мне на работу. Все, полчасика прошло. Боже мой, все дребезжит. Зайчка у нас, папа идет на работу, а мы со Златочкой немножко погуляем и домой. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok